это будет немного странное видео потому что обзор на сериал видеть я уже делал пару лет назад и он лежит на канале он собирает какие-то просмотры причина столь позднего обзора кроется еще в тех временах когда я косплеил шерифа из рд рт но у сериала видеть уже вышел второй сезон и мы здесь собрались потому что вышел третий сезон да не целиком вышел только первая серия 3 сезона я ее сегодня посмотрел и в очередной раз остался от под огромным впечатлением дело в том что компания apple тебе плюс уже ну как бы не раз доказала то насколько круто они умеют работать с материалом они нанимают очень крутых людей в плане продакшн студии они очень крутых сценаристов нанимают и то что на бумаге казалось полным отстоем я про сериал видеть по итогу оказалось одним из лучших сериалов которые я видел все после выхода игры престолов захотели себе свою игру престолов у нетфликса есть ведьмак у apple tv плюс есть конечно же видеть это такой же полномасштабный большой крупный сериал который совершенно как бы спокойно может бороться с игрой престолов в современности нужно говорить про дом дракона до или например у амазона сейчас появляется сериал по властелину колец который они уже вроде как бухали почти миллиард долларов это не только на первый сезон но и на последующие сезона они в бухали уже 1 миллиард долларов в то время как видит стоит 200 миллионов долларов за первый сезон второй стоил я просто уверен что еще дороже потому что второй сезон выглядит масштабнее круче и мы о нем еще сегодня поговорим без особых спойлеров но тем не менее это еще одна попытка показать вам этот сериал донести до вас что вы должны посмотреть сериал видеть даже если вы ну вот из тех людей которые говорят но это слепые зачем они одевают одежду одевают там вот эту цветную одежду понимаете чтобы одежда отличалась друг от друга ниши слепые они же ничего не видят приветствую с вами красный ученик мы ищем чуха хинею там где по общему мнению быть да мне вас очень жаль вы к сожалению не можете воспринимать кино сериалы как бы нормально так как его задумали авторы ну да ладно меня зовут джаз тылья вы на моем канале как и всегда подписывайтесь на канал ставьте лайк если вам понравилось видео ставьте дизлайк если вас оскорбила фраза в начале о том что вы неправильно смотрите сериал и конечно же нажимайте колокольчик потому что ну как вы знаете youtube очень любит не показывать вам видео если вы не поставили колокольчик вот этим ребятам с бусти и патреон большое спасибо за поддержку канала за их полтишок за их соточку за их пяти хаточку еще раз спасибо на пусть если что лежит огромное количество контента который никогда не появится на этом канале и он просто не может физически здесь появится из ограничений ютуба из-за морально-этических моментов всякое бывает почему я не могу сюда выкладывать видео которые есть на бусте так что если что может меня поддержать а взамен получить огромное количество нового классного контента поэтому погнали начинаем давайте уже переходить к самому обзору потому что воспоминания у меня нахлынули после первой серии третьего сезона я вновь вспомнил за что я люблю этот сериал почему он так крут как это все работает дело в том что первый сезон вообще начинается с того что прошло 9 месяцев после событий второго сезона и нам тут же ребята наваливают такой безумно максовой базы потому что ну сериал представьте да с таким бюджетом они могут все что угодно снимать вы я смотрю это тупо кино за огромные деньги которые выглядят как безумный макс которая по всем ну и по экшену выглядит как безумный макс и по сюжету там тоже все очень даже хорошо мне вообще чем понравился сериал видеть во первых я говорю бредовая идея была реализована супер круто полностью ослепнув и проживая несколько поколений в таком состоянии люди стали воспринимать всю эту ситуацию так как будто бы боги наказали их за зрение заказали их за их грехи которые они будучи зрячими исполнили то есть ядерное оружие ну вот они не знают было ли я ли ядерное оружие потому что все труды все записи вся информация да возможно часть информации им удалось передать из уст в уста но как вы знаете да сломанный телефон вы одному человеку говорите другой уже по-своему интерпретируют 3 по-своему и по итогу через несколько поколений любая информация про ядерное оружие про полеты в космос про самолеты вертолета уже дойдет в каком-то супер извращенном виде и вот именно в этих моментах когда я смотрю у сериал видеть я просто начинаю кайфовать именно потому что насколько же здесь весь мир продуман да совершенно точно есть какие-то недостатки есть какие-то недоработки но как и всегда авторы делают такую небольшую поправку они заключают с нами некий контракт в котором мы с вами доверяемся им и пытаемся верить в то что нам показывает на экране естественно если я или вы будем докапываться каждой мелочи то мы конечно же сразу увидим что услышьте это нереалистично так не может быть я просто помню под моим обзором на сериал видеть под основным базовым обзором сериала видеть было много комментариев стиле так а за зачем получать зачем получается слепые там делают вот то-то или как они вот делают вот это зачем им одежда которая выглядит как-то ну знаете оля тесто то есть выделяющийся чтобы они выделялись потому что в своем основном обзоре я рассказал о таких деталях например украшение в этом мире имеет аудиальный вид то есть это не просто кольцо на пальце ведь все слепые никто этого не увидит это аудиальное кольцо это кольцо со специальной побрякушкой которая при сотрясении руки создает звук и тем самым за счет этого звука она указывает твою сословность твоего там социальное положение вот в таких мелких деталях весь этот сериал он настолько круто и глубоко проработан я еще впервые в своем основном зале упоминал ну на показывают деревню да то есть нам нет нет такого момента что нам все берут и вот знаете как разъясняют рамоты ложечкой кладут в рот мы просто видим что то если мы начинаем смотреть это очень важно сериал называется видеть нам очень важно смотреть его очень часто сейчас когда мы смотрим с вами сериалы мы их смотрим в два экрана то есть мы смотрим сериал и в это же время листаем телефон пытаемся там почитать ленту в к ленту телеги twitter чего угодно здесь же если вы не будете смотреть на экран вы многих вещей не поймете потому что часть повествования отдана но не части а прям львиная доля всего повествования отдается на визуал визуале скрывается целые просто россыпь информации например мы видим главного героя джейсона мама он же баба воз как он передвигается по деревне ну передвигается и передвигается но если вы обратите внимание по всей деревне развешаны направляющие с разными узлами здесь в качестве языка используются такой дегенеративный дегенеративный вид шрифта брайля в том смысле что они завязывают веревки определенными узлами и это по сути есть их письменность то есть если ты отправляешь письмо ты отправляешь ниточку на такую веревочку с разными узлами и опять же то как какой характер с связывание этих узлов это как некий почерк от того или иного человека если ты знаешь человека давно то ты знаешь как он вяжут узлы и через это ты можешь понять это его почерк или это кто-то попытался спародировать но скажем так подделать его почерк и этих деталей раскидана по сериалу огромное множество одна из моих любимых деталей которые меня на самом деле очень воодушевило да на просмотр всех последующих сезонов например в этом сериале существуют такие персонажи как тени то есть это такой юнит внутри лора сериала видеть тень это человек обычный человек из деревни никто не знает кто он потому что ну ты не должен говорить о том что ты тень такого не может быть и если ты расскажешь что ты тень то все будут там твой запах определять или еще как-то то есть будут понимать что короче для чего нужны тени например я живу в деревне и вы живете в деревне но я узнал что ты например там что-то про меня плохое говоришь или например замышляешь как-то меня там я не знаю обмануть ограбить и все что угодно я иду к тени я ухожу в лес и как бы призываю тень тень это человек из этой же деревне который умеет передвигаться бесшумно в мире где нету глаз уши становятся прокачиваются уши стал уши начинает слышать лучше чем слышали раньше потому что у тебя нейроны в мозге перестраиваются и ты на звук уже начинаешь полностью ориентироваться соответственно тень это человек который умеет передвигаться абсолютно бесшумно и без запаха что тоже важно то что они догола раздеваются обмазывают грязью который скрывает их запах и таким образом они могут прокраситься куда угодно подслушать что угодно и передать тебе эту информацию еще одна из вещей которая поражает меня и на самом деле если бы этим сериалом занимались менее талантливые люди они бы эту возможность не использовали объясняя так как сериал нас называется видеть и нам нужно видеть нам нужно смотреть этот сериал в обязательном порядке ведь в этом мире никто ничего не может увидеть все слепые ну не все но большая часть 99 и 9 процентов людей слепые и когда они общаются они не видят мимики друг друга а значит вы можете погрузить во все это дело дополнительный подтекст кому как не тебе об этом знать видите мы видим его выражение ли лица мы видим как он весь извивается как змея это охуительная придумка просто в контексте вот этого сюжета про то что все ослеп и и тут это выступает дополнительным штрихом сюжета на самом деле ну это вот таких вот все что я сейчас перечислил это то почему неважно о чем этот сериал неважно как некоторые вещи могут быть недореализованы и я говорю комментарии под моим прошлым обзором под основным обзором они в общем-то в основном люди писали что типа а как они вот так вот они же слепые они могли там они же вообще до цивилизации должна вот так вот было выглядеть они как авторы а мы как зрители заключаем негласный контракт где на некоторые вещи мы можем закрыть глаза некоторые вещи недостаточно проработать это факт но ведь если вы начнете идти по всем современным произведениям даже не то что по современного даже по самым крутым моднейшим произведением которые есть в нашей культуре фантастическим произведением ну я могу так докопаться до чего угодно если я буду вот так вы знаете просто докапываться до столба я докопаюсь до терминатора 2 до хищника 1 до до любого хищника до любых чужих до чего угодно любой фантастики можно легко докопаться это же ну это же настолько просто можно просто начинать задавать логические вопросы и исходя из этих вопросов просто говорит о нет это плохое произведение я как бы знаю одних ребят лысых дим юрич клим саныч клим саныч дим юрич они на этом целую карьеру по сути построили потому что они докапываются ну прям совсем в тупую у я смотрел обзор на хищника на последнего так они там докопались до каменного топора я еще раз говорю это конечно же круто если вы ну вот так вот смотрите кино мне вас правда очень жаль искренне шаг но ребят серьезно в конце-то концов вы попытайтесь получать удовольствие от того что вы смотрите я понимаю что вы душнил и зануды такое бывает я я я все понимаю но ведь вы выпускаете классный сюжет у сериала видеть просто роскошный сюжет говоря о втором сезоне который я не стал обозревать отдельно ну потому что для меня это как-то вот было странно брать и делать на каждый сезон там типа отдельный обзор дело в том что если первый сезон вас погружает во все это дело очень поступатель экспонирует причем экспонирует в правильном смысле слова то есть у нас сюжетом строится вообще балдер смотреть одно удовольствие когда я смотрел первый сезон я его посмотрел меньше чем за два дня то есть я его просто вот так взял и прогласил полностью второй сезон я уже смотрел по мере выхода серии и второй сезон во-первых офигеть как расширяет вселенную просто охренеть как расширяет ее и тут уже вступает конечно же и внешняя политика и внутренняя политика внутри государств если мир в первом сезоне нам представляется как что-то ну как просто мир с религиозными фанатиками которые видят в зрячих людях видим ведьмаков которые о ты зрячий мы мы точно знаем что ты зрячий давай мы тебя сожжем то есть вот для них это совершенно нормально по сути примитивная цивилизация то во втором сезоне появляется другая другой ну как другой клан другой город город работорговцев и в этом городе работорговцев откуда в общем-то сбежал баба вас он же джейсон мамо там совершенно другие порядка зрячих либо используют в своих целях потому что это стратегический объект а это стратегии его можно использовать как оружие либо уничтожают зная что они для них несут опасность то есть это совершенно такая знаете технократический фашизм где людьми люди живут у них как бы совершенно жесткой иерархия у них нету никогда не королев не королев никакого неофеодализма никакого вообще примитивного феодализма у них такая жесткий технократический мир где а мы можем это использовать на свою выгоду окей мы будем это использовать для своей выгоды это очень на самом деле круто расширяет вселенную потому что мы видим что мир он не такой однобокий потому что первый сезон нам просто преподносят так все как будто бы ну вот вот такой вот мир под племена вот какое-то королевство из говна и палок сделаны и мы видим совершенно другую касту которая ну живет ну по сути да они слепые но они живут в жесткой иерархии они живут в совершенно ну других жизненных принц именно в финальной части видео файл оказался битым и для того чтобы это понять окончательно мне потребовалось около 8 часов потому что поначалу из-за характера проблемы мне казалось что что-то не так с моим компьютером и пришлось даже разбирать системный блок чтобы проверить оперативную память на работоспособность потому что в момент глюка весь компьютер вел себя так как будто бы он сейчас сгорит но оказалось что это просто битая часть файла я успел возненавидеть этот обзор потому что должен был выпустить его еще вчера но к сожалению ковырялся с компьютером ковырялся с монтажной программой выяснил что это финальная часть отрезала ее и как бы обзор остался без конца если говорить по выводам то я просто вам хочу донести что вы должны посмотреть этот сериал он крайне крайне хорош удивительно как ему да удается и удалось не обгадится во втором сезоне третий сезон еще пока еще пока не ясно что же там будет и вроде как третий сезон оказывается финальным продолжение уже не будет потому что на всех постерах на всех промо материалах пишется что это финал этой истории забавно что когда выходил первый сезонного сериала оценка была в районе 6265 на всех агрегаторах оценок со временем люди распробовали этот сериал и в первую очередь потому что они его просто посмотрели оценка поднялась до 7 и 2 и 7 и 3 и сериал правда достоин вашего внимания но большая часть людей отказывается от просмотра либо не продолжает его смотреть там после двух серий именно потому что а это нелогично они слепые их бы съели знаете мне один из тезисов которые люди мне озвучивали звучал так что вообще-то их животные бы съели просто просто все бы животные съели бы всех и все и не было бы никакой цивилизации короче просто посмотреть сериал я вам очень рекомендую я это уже говорю какой не знаю пятый шестой раз в этом обзоре в общем увидимся в следующих видео следующее видео будет совсем скоро всем пока